Добрый день, Леся, добрый день, друзья. Мы пригласили Ирину сегодня побеседовать о убежище, так как убежище – это основная специализация Ирины, в котором она профи, и она нам всегда рассказывает все о убежище, как получить крем-карту после убежища, как вести себя на интервью по убежище. И сегодня мы попросили рассказать Ирину о том, как воссоединяться с семьей после того, как вы получили свое долгожданное убежище. Вот, кстати, про гре тоже подробно поговорим, потому что воссоединяться можно с родственниками, которые находятся как за пределами США, так и на территории США. То есть самый главный вопрос – когда? В течение двух лет после того, как вам одобрили ваше заявление на убежище. У вас есть два года, чтобы подать петицию на воссоединение. Внимание, подать. Не воссоединиться, а подать эту петицию. То есть именно не закончить процесс, а хотя бы начать его, этот процесс. Да. Хотя бы начать, запустить этот процесс. Хотя в индивидуальных случаях UACS даже может сделать исключение, если вы за пределами двух лет подаете эту петицию. В особых каких-то ситуациях, когда вы можете объяснить, почему вы не уложились в эти два года, исключение может быть сделано, потому что ситуации бывают разные. Сам человек-петиционер может по состоянию здоровья не успеть это сделать, допустим. Либо в стране преследования, может быть, родственники где-нибудь прячутся, и человек не знает, где они находятся, и какое-то долгое время занимает, чтобы установить их местонахождение и заняться всем этим процессом. Поэтому исключения бывают, но подать по общему правилу можно в течение двух лет, как вас одобрили на убежище. Ну, конечно, лучше подавать как можно быстрее, то, что процесс этот не успеет. Да, переходим к следующему моменту, как быстро это происходит. Ну, будьте готовы к тому, что внутри страны это может занять минимум год, за пределами США минимум два. В нынешней ситуации вообще трудно оценить, сколько займет процесс через консульство, да, с учетом ковида, закрытия консульства и так далее, с учетом того, что очень много USAS-офисов вообще по стране было ликвидировано. Это как раз-таки юрисдикция вот этих офисов занималась 730-й формой. До недавнего времени, несколько лет назад еще, поменялось вот это правило, которое ввело требование проведения обязательного интервью по 730-й. Раньше можно было подать форму, получить одобрение, привезти родственника или воссоединиться здесь, и все проходило достаточно просто. Вот сейчас петиционер подает форму I-730, она рассматривается, и потом должно быть интервью. Если человек, родственник находится на территории США, то интервью проходит здесь. Если же за пределами США, то сначала одобряется 730-я форма, а потом, как и все консульские процессы, переходим на уровень национального визового центра и в консульство, можно воссоединиться с супругами и несовершеннолетними детьми до 21-го года, которые являются неженатыми. То есть это можно с ними воссоединиться, но они должны были быть указаны в вашей петиции или нет? Вот тут такой момент загвоздка в таких вопросах. Да, тут несколько моментов, которые нужно учесть. Возраст до 21-го года, да? На момент 730-й формы ребенку, в принципе, может быть даже больше 21-го года, но если он был включен в форму I-589 изначально, на тот момент, когда человек подавал на убежище, ему было до 21-го года, то благодаря отдельному акту, который защищает детей, да, возможность с ним воссоединиться, главное, чтобы этот ребенок был включен в форму I-589. Если не включен, но сейчас на самом деле трудно предположить, в какой ситуации может случиться такое, что, допустим, ребенок родился после, а в том случае, если по какой-то причине заявитель не включил информацию о ребенке в форму I-589 и на момент одобрения эта информация не была там и каким-то образом офицер даже во время интервью это не выяснил, да, нужно, чтобы ребенку было до 21-го года на момент подачи I-730. Но тут уже возникает другой вопрос, это доказательство вот родства и объяснение, почему информация о ребенке не была предоставлена ранее, раскрыта не на этапе подачи, не на этапе интервью, да, до одобрения. Это уже другой вопрос. Но вот два главных принципа, которые стоит помнить, до 21-го года, если включен в 589-ю форму, или до 21-го года, если изначально не был включен, на момент 730-й формы подачи должно быть. Ну и, соответственно, следующее требование, этот ребенок не должен быть женат замужем. Не должен быть женат, да. Или, как вы уже упомянули, у него не должно быть своих детей. Да, тоже есть такой момент. И причем это требование распространяется не только на этапе подачи 730-й формы, а вплоть до завершения процесса воссоединения. То есть если 730-й подана форма, и ваш сын и дочь не были там замужем, допустим, в процессе вышли замуж, то процесс 730-й формы завершен, быть не может успешно в этой ситуации. Они просто перестают квалифицироваться под этот термин Child Under-21. Давайте я бы хотела попросить все-таки по браку. Рассудить именно тех, кто находится здесь. Там же есть тоже свои нюансы. Мы озвучили то, как происходит через консульский процесс, да, в браке, не в браке. А вот когда твоя семья находится тут, и, скажем так, у тебя уже была семья, когда ты подал, или когда у тебя семья появилась уже на этапе, когда ты в ожидании. Как вот тут пройти вот эти все этапы с надеждой на то, что твоя семья тоже получит тот же статус, что и ты? Смотрите, если, допустим, если у вас была семья на момент подачи заявления на убежище, тут все достаточно просто. Тут вероятнее всего в 99% случаев вы включили информацию о своей супруге или супруге и своих детях в анкету, и либо они с вами проходят после одобрения интервью, получают статус висалии, как и вы, или если вы не просили присоединить их к своему заявлению на убежище, но включили их в форму, то у вас как бы есть возможность подать 730 форму, и вы соединиться, потому что relationship, да, то есть ваши семейные узы должны существовать вплоть до момента одобрения убежища. И тут возникает следующий сценарий, да, то есть, что семьи, допустим, не было на этапе подачи изначального заявления на убежище, и... Но она появилась потом. Она появилась потом, пока человек ждал, сейчас сроки такие длинные, что можно и жениться, и детей, завести и дети в школу, к этому моменту, да? Да. В этой ситуации, конечно, мы тогда отбрасываем детей, если они родились здесь, то тут воссоединяться не нужно будет, да, с этими детьми. А супруга, допустим, если супруга появилась или супруг в течение процесса ожидания интервью до одобрения, то она тоже подпадает под требования, да, и главный заявитель может подать 730 форму на территории США и попросить воссоединиться с этим супругом или супругой. Сроки ожидания длинные сейчас, вот у нас было несколько случаев как бы подачи 730 формы. В Небраске сейчас от, по-моему, от 15 до 20 месяцев официально не заявляют рассмотрение. В Техасе от 22 до 29 месяцев ожидания. На практике, скажу, у нас есть одна семья, которая уже года полтора ждет. Это мы говорим о семьях, которые здесь посоединяются, то есть в консульстве у нас на данный момент нет никого, кто ждет консульский процесс. Все здесь. А вот одна счастливая пара недавно прошла интервью, их позвали через 8 месяцев. И мы тоже ожидали какой-то подвох в этой ситуации, почему их так быстро позвали, что случилось. Ну, ничего, все нормально. Прошли интервью и получили одобрение статуса. Получили А-94, все нормально. Ну, то есть я бы сказала, это скорее исключение из правил. Это исключение, да. Я слышу от коллег, что жалуются и по два года ждут, 730 висит. Очень это не быстрый процесс, так скажем. Хорошо, а когда все-таки, вы сказали, это длинный процесс, и человек переходит, уже он получает свою грин-карту, такое же бывает очень часто тоже, что тогда делать с этими петициями и можно ли их как-то перевести в другую категорию, уже не как воссоединение в убежище, а как воссоединение с держателем грин-карты и, скажем так, в другое русло перевести дело? Можно? Тут вопрос уже сроков рассмотрения. И статуса, потому что если мы говорим, допустим, о родственниках, которые находятся на территории США, то путем формы Ай-730 можно воссоединиться с родственником, который находится здесь без статуса. Неважно, в данном статусе он или нет, и в каком статусе он въехал. То есть 730 форма, то эта петиция позволяет воссоединиться с любыми родственниками, вернее, с родственниками в любом статусе. А вот 130 форму, как держатель грин-карты, подать и воссоединиться, и чтобы получить потом грин-карту родственнику, для этого родственник здесь должен находиться все время в легальном статусе. Поэтому тут не для каждого будет доступна эта опция. Конечно, если человек находится, родственник за пределами США, и потом, допустим, подача 130 формы, она может просто параллельно быть подана, и если она займет быстрее, то как бы быстрее произойдет этот процесс воссоединения. А вот на территории США зачастую родственники, с которыми воссоединяются заявители на убежище, они все-таки здесь без статуса находятся. Поэтому для них вот эта 730 форма и петиция, это, пожалуй, единственный способ, потому что потом при получении грин-карты заявителем все равно получение грин-карты этим родственникам будет невозможным из-за отсутствия легального статуса. Спасибо большое за информацию. Если у вас есть другие вопросы, и вы хотели бы услышать лично консультацию с Ириной, получить личную консультацию с Ириной, записывайтесь на консультации. Номер телефона и имейл есть у нас в чате. Я вам тут также его высветила. Записывайтесь, и вы можете обсудить индивидуально с Ириной, каким путем пойти, и, соответственно, получить профессиональную помощь в том, как и куда, какие документы подавать, какие сроки и сколько это будет стоить. Кстати, тоже, сколько это будет стоить? Кстати, госпошлины по 730 форме нет. Абсолютно бесплатно? Да, абсолютно бесплатно, точно так же, как заявление на убежище пока не облагается ни госпошлины, и воссоединение с родственниками, вот подача 730 формы не облагается никакой госпошлины. В этом плане государство идет навстречу беженцам. А в консульстве там тоже ни за что не надо платить? То есть все-таки подается 260 форма, и там также подается, как на иммиграционную визу, соответственно? Там могут быть консульские сборы, и там дополнительная процедура еще медицинского осмотра появляется. Кстати, разница, опять же, с процессом на территории США бенефициар по 735-730 форме не должен проходить никакой медикал здесь на территории. А вот те, которые проходят консульский процесс, должны, как и все, кто получают визу в консульстве, пройти вот этот медикал. У нас есть вопрос от Веры. Немного не по нашей теме, но тема же вытрепящая. Есть ли какие новости по воссоединению с детьми старше 21 года? Все новости про беженство, про нелегальную иммиграцию. А есть ли какие новости для тех, кто идет верным путем, скажем так, использует свое право на воссоединение, но, к сожалению... Кстати, я там слышала плохие новости от Curtis сегодня. А я еще не услышала. Что случилось там? Поделитесь. Что случилось? Случилось, что суд одобрил прошение государства о закрытии дела. Диспись. Мне очень трудно перевести это на русский язык. So, just grant the order from the government to dismiss the case. Но там именно часть тех, кто был по лотерее 20-21, у них еще там есть надежда, они могут продолжать, у них там есть право подать motion, но те, кто по категории IR5, имели от Relative Spice, ихни дела... Диспись. Диспись. Ну, вот видите, не все благополучно в нашем государстве. Ну, есть, конечно, и такие минусы. Поэтому новости, отвечая на вопрос по поводу детей старше 21 года, ну, пока, видите, пока ничем порадовать вас не можем в этой области. Никаких новостей с консульства нет, там никто ничего не обещает пока что. Но технически получается, что консульство, они не проводят эти интервью, они именно из-за ковидных ограничений, да, и из-за очереди тоже. То есть вот эти два фактора сошлись в одной, но процесс идет, они все равно, за ними остается, их не право на грим-карту. Там очередь и право, то есть их никто не скинул со счетов, так скажем, то есть какое-то до них дойдет время, но, к сожалению, сейчас все в одной и той же лодке, и порадовать мы вас тоже не можем. У нас тоже есть клиенты, которые переживают, и консульства не работают, и время тянется, процесс затягивается очень надолго, документы висят, но что, можно пытаться с ними связываться, можно периодически писать, но опять же, есть объективные факторы, которые как бы не в наших руках, поэтому что есть. Ждем, надеемся, что ситуация улучшится, ковидные ограничения снимут, и консульства вернутся в обычную работу, и вы дойдете до своей очереди. Не сегодня, так завтра. Надо только набраться терпения. Ира, еще я вас хотела спросить, вот мы поговорили о том, когда человек, у которого есть убежище, воссоединяется со своей семьей. А когда ситуация немножко наоборот, когда человек, который ожидает своего убежища, или сам уже получил убежище, но тут у него есть шанс воссоединиться с новой супругой, которая американка, или у которой грин-карта. Вот, скажем так, немножко наоборот, развернем ситуацию. В этих случаях, как проходит процесс, как снять себя с ожидания убежища, или, возможно, если ты в суде уже, убрать свое дело, отозвать суда, и пройти процесс воссоединения через супруга, или, возможно, дети там уже 21 доросли. Ну, а если мы говорим, допустим, о процессе ожидания интервью на уровне офицера, да, вот просто, допустим, на спензен, асайлом, статус, и все, ничего не двигается, на интервью вас не зовут, и тут появилась невеста или жених, американский гражданин, и у вас есть возможность, так скажем, воссоединиться и получить грин-карту на основании брака. Первое, что нужно сделать, это подать петицию по браку, подать заявление на грин-карту. Если супруг или супруга держатель грин-карты, тут в ход еще вступают другие дополнительные факторы, как мы обсуждали ранее, да, что вот бенефициар в этой ситуации должен находиться на территории США в легальном статусе, применительно к человеку, который ждет интервью по убежище, это человек обязан подать заявление на убежище, пока был в статусе. Только в этом случае можно даже попытаться подать на грин-карту на основании брака с держателем грин-карты. Если же супруг гражданин США, то тут неважно, в каком статусе вы находитесь, когда вы подавали свое заявление на убежище, если вы его ждете и не принято еще решение, можете пожениться, подать петицию по браку, заявление на грин-карту и потом в случае положительного решения получения грин-карты только потом отозвать свою петицию на убежище. Процесс отзыва в принципе несложный, в свободной форме можно написать письмо в асайлом офис и попросить закрыть ваше дело, потому что вы уже получили статус резидента на другом основании. Ну, отмечу, что вы не обязаны это делать, то есть даже если вы получили уже грин-карту через брак, закон не обязывает вас отзывать и закрывать свое заявление на убежище. Ситуации у людей бывают разные и по закону убежище это не ступенька для получения легального статуса, гражданства и так далее. Это все-таки форма защиты человека от преследования в своей стране. Поэтому, чтобы вы понимали, если человек уже держатель грин-карты, но допустим у США есть договор об экстрадиции с государством, откуда человек приехал, гражданином которого является, то наличие грин-карты и даже гражданства не защищает человека от экстрадиции, если он, допустим, не обвиняет. То есть нам знакомы случаи, когда экстрадируют и граждан США в других государств за совершение преступлений. Поэтому в таких особенных ситуациях у некоторых заявителей есть основания, допустим, держать свое убежище открытым. И они имеют право это делать. Поэтому я много слышу там от разных клиентов, потенциальных, или просто люди, которые на консультацию обращаются или там пишут на форумах, вот я там пришел на интервью и мне офицер сказал, ай-ай-ай, надо было убежище отозвать. Это на самом деле неправда. Это неквалифицированный офицер, который вам такое сказал, потому что вы не то чтобы обязаны, вы не обязаны отзывать свое убежище, вы имеете право его держать открытым, даже если вы уже получили грин-карту. Получили грин-карту, да. Я помню. Почитает, допустим, получить статус беженца, нежели просто там грин-карту, потому что кто-то допустим получил грин-карту здесь, но против него в его стране, вот сейчас Россия вообще славится использованием Интерпола для преследования своих граждан, да. Там конкретный абьюз идет Интерпола, там тебя в Интерпол могут запихнуть за все что угодно, и Интерпол не особенно спрашивает подтверждение какое-то, ничего. Вот именно, да, то есть применительно говоря о России, там достаточно человека объявить в федеральный розыск, и система постановки в Интерпол, она автоматическая, никто там особо ничего не проверяет, и соответственно правоохранительные органы российские этим пользуются для продолжающегося преследования граждан за рубежом. Поэтому, если вы такой человек, против которого эти меры применяются, и у вас грин-карта, вы все равно за территорию США безопасно не выйдете, да, то есть как бы грин-карта в этом плане вас не защищает, и может быть как раз таки в этой ситуации вы заинтересованы в том, чтобы держать свое убежище открытым, и впоследствии даже получить статус беженца. Возвращаясь к вашему вопросу, допустим, бывают ситуации, когда человек уже получил одобрение убежища, и тут у него жена или муж, допустим, гражданин США, и стоит выбор подавать на грин-карту на основании убежища, или, допустим, через брак, да, и тут могут быть тоже и плюсы, и минусы, на мой взгляд, я всегда рекомендую подавать на основании убежища, потому что, в принципе, тогда вы не зависите от члена семьи, не зависите от ваших отношений, ситуация меняется, жизнь течет, и всякое может быть, это раз, а во-вторых, в зависимости от продолжительности брака, у вас может быть под браку только временная условная грин-карта, а на основании убежища сразу постоянная. Да, есть такой факт. Тут вопрос выбора уже у вас. Если мы говорим о людях, которые, дело у которых находится на рассмотрении в суде, уже, допустим, вам убежище отказали и дело перенаправлено в суд, то в этой ситуации брак с гражданином может быть опцией за депортацией, так скажем, брак с держателем грин-карты. Нет. Потому что возвращаемся назад, статус. Возвращаем, да, статус. Поэтому не поможет. Но отозвать убежище в суде, тут немножко другой процесс. Мы не отзываем убежище само, мы просто вдобавок к убежищу добавляем дополнительную форму защиты, да, вот заявление на грин-карту через брак с гражданином США, и в этой ситуации судья может одобрить отчастный статус, то есть грин-карту в суде. Но вот тут именно вот в этом вопросе, как, куда и что, когда ты находишься в суде, очень много разной информации. Все-таки именно вопрос конкретный. 485-я форма. Куда она подается? Она подается в суде или она отправляется в иммиграционную службу? Очень много непоняток и разной информации, иногда вы знаете, ложная информация может привести к очим. Давайте, можете ли вы сказать более конкретно, именно вот такой чисто технический момент, куда мы отправляем 485-ю, если замужем за гражданином и находишься в суде по депортации? Я немножко с самого начала зайду, чтобы объяснить разницу между аджастментом статус, когда человек не находится в депортации и когда он в суде, потому что если вы не находитесь в депортационном процессе, то вы можете подать все документы одновременно, петицию Ай-130 на воссоединение с супругом и форму 485-ю заявление на грин-карту одновременно, и в этом случае USAS рассматривает и ту, и другую форму одновременно в ходе одного интервью, на которое приглашается супружеская пара. На этом интервью определяются и отношения, доказывается, что у них настоящий bona fide marriage, и право человека-заявителя на грин-карту. Если ваше дело находится уже в иммиграционном суде, первое, что стоит помнить, вы не можете, USAS не может одобрить вашу грин-карту, юрисдикция над грин-карту находится в руках суда. Юрисдикция над 130-й формой петиции в руках USAS. То есть суд не принимает решения по отношениям, а принимает решения только по грин-карте. Поэтому подаете вы обе формы в USAS, рассматривается грин-карты судьей. 485-я форма подается тоже в USAS, в техасский сервисный центр отдельный, и подается не на рассмотрение, а на receipt only. То есть просто заплатить госпошлину, вы при подаче, на это существует отдельный адрес сервисного центра, который принимает заявление на грин-карту только для того, чтобы оплатить госпошлину, именно для рассмотрения в removal proceedings в иммиграционном суде. И USAS не рассматривает эту форму. Вы подали, заплатили госпошлину, вам пришло письмо уведомление, которое вы подаете уже в иммиграционный суд, и дальше все зависит от того, сколько займет процесс рассмотрения 130-й петиции, потому что без одобрения брака 130-й петиции суд не может перейти на следующий этап и рассмотреть заявление на грин-карту. Поэтому зачастую суд переносит слушание и тянет этот процесс, пока USAS не рассмотрит вашу первую петицию и не убедится в том, что у вас настоящий брак, что вы живете вместе, все хорошо. После одобрения 130-й формы суд вправе рассмотреть заявление на грин-карту. Там тоже, кстати, недавно изучала сроки одобрения по 130-й форме. Ну, Вермонт пугает. От двух до трех лет для гражданина Америки ожидание 130-й формы. При том, что Невада, не Невада, Небраска, извините, Небраска, при том, что Небраска 2-5 месяцев. Вот Небраска такая очень быстрая. Да, очень быстрая. И Техас быстрая. А вот Калифорния, Вермонт очень они долго тянут. Не понимаю, почему. В то же время, смотрите, вот эти вот стандартные Processing Times, которые публикуются на сайте UCS, они очень часто не совсем корректно отражают действительное время ожидания именно для тех, у кого процесс в суде уже, в иммиграционном. То есть, там-то разделения нету, вы заходите на UCS.gov, смотрите, выбираете 130-ю петицию, смотрите по вашему сервисному центру, и сроки одни показывают. На самом деле, если дело находится в иммиграционном суде уже, все зависит от того, когда UCS запросит это дело из суда, когда суд пришлет эту папочку в USIS, в Local Office, когда они позовут вас на интервью. У нас бывали случаи, когда занимало до трех лет. Вот мы барабаним их реквестами туда-сюда, три года мы этот суд все тянем, тянем, переносим, переносим, переносим. Ну, хорошо, что судья идет на встречу и переносит слушание, пока ее тянет. Но, к сожалению, такие ситуации бывают. И трудно объяснить, чем это вызвано. Может быть, действительно тем, что у них левая рука не знает, что делает правая. Скорее всего, оно так и есть. Левая рука не знает, что делает правая. Кира дала очень много информации, поэтому, как видите, очень много нюансов есть. И перед тем, как делать что-то, обязательно проконсультируйте с адвокатом, потому что не всегда, как я рассказала, получить кринкарту по браку и закинуть свое убежище может быть полезно для вас. Возможно, вам все-таки стоит подождать свое и добить свое убежище и получить этот статус. И то же самое и с браком. Настолько много вот этих ступеней, а если так, а если вот так, а если вот так, что иногда вы 100 грамм разберешься. Так что для этого есть адвокаты, есть люди, которые знают об этом, которые собаку на этом съели, поэтому номер телефона и имейл есть на экране, звоните, пишите, записывайтесь, записывайтесь на консультацию. Вот у нас Саша спрашивает такой вопрос. Если подал кейс на убежище пять лет назад самостоятельно, без адвоката, можно ли сейчас нанять адвоката, чтобы продолжить и завершить это дело? Нанять можно. Нанять можно. Единственное, сразу оговорюсь, наличие адвоката на кейсе не гарантирует, что вас позовут на интервью в ближайшее время. Это первый вопрос. Все зависит, конечно, от того, для чего вам нужен адвокат, тому, что в некоторых случаях подан, допустим, изначально, может быть, не полный кейс, может быть, у вас есть дополнительные доказательства, которые вы хотите нужным образом оформить и добавить дело, может быть, вы хотите подать запрос на ускорение при помощи адвоката, что тоже возможно. В этих ситуациях, да, возможно, и, может быть, даже желательно, чтобы вы это сделали, но если все, что вам нужно, это сопровождение на интервью, то я не знаю, возьмет ли вас адвокат именно на кейс сейчас или там сейчас, потому что я, допустим, практически никого не беру в таком промежуточном состоянии, если какие-то действия от меня не требуются в данном моменте, да, и все, что у нас есть, это ожидание интервью, то я в процессе мало что могу сделать. Ну, могу помочь в оформлении, допустим, разрешения на работу, advanced parole, могу попробовать подать запрос на ускорение, каким-то образом потолкнуть запросы там по делу сделать, но если вас не зовут на интервью, тут, в принципе, мои действия ограничены и возможности, так скажем, но некоторые предпочитают иметь адвоката на кейсе, чтобы просто иметь возможность периодически обращаться за советом в области миграционного права, да, за помощью какой-то, и если вам так спокойнее, то, конечно, вы можете это сделать. Спасибо большое. Вот у нас Лана еще спрашивает, она, наверное, немножко пропустила начало нашей сессии, и поэтому мы обсудим ее вопрос еще раз, ее именно ситуацию, если при получении убежища дети тоже получают статус беженца, в кейсе есть дети, которые за пределами США, им сейчас уже больше 19 лет, но кейс был подан, когда им было до 19. Я тогда повторюсь, самое главное, чтобы детям было до 21, то, что 19 прекрасно, и если они, как вы говорите, были вписаны в анкету форму А-589 на момент подачи, то вы можете воссоединиться с ними сейчас, подав петицию А-730. Вопрос такой в 2018 году приехала в США. Продлили статус до сегодня, статус B2. Сейчас я могу подать на политику? Сейчас тоже еще B2 pending и заканчивается extension, то есть получается уже несколько раз продлевали статус, один раз продлили и второй раз сейчас pending B2. Можно ли подавать на политику? Уточню, когда приехали? В 2018 В 2018 это же сколько раз продлевали B2? Ну, как минимум раза четыре, наверное. Интересный вопрос, потому что по правилам нужно подать в течение года, как вы въехали, но бывают исключения. Все зависит от ваших личных обстоятельств и обстоятельств изменившихся в стране преследования, так скажем, потому что в тех случаях, когда человек находится на территории США все это время легально, да, вот, и это как раз-таки ваша ситуация, исключение может быть к вам применимо, но сам факт пребывания в легальном статусе достаточно, нужно показать, почему именно сейчас вы просите убежище. То есть, если у вас в течение этих двух лет, трех лет не было оснований, они сейчас появились, и вы можете резонно объяснить, продемонстрировать и подкрепить доказательствами, то, в принципе, теоретически вы можете подать на убежище, то есть на первом этапе подачи заявления на убежище никто вас не отфутболит, так скажем, сервисный центр примет вашу форму А589, присвоит вам номер, или номер, да, и дальше все уже, все по накатанной, если вас позовут на интервью, тогда вам нужно будет уже объяснять ваши особенные обстоятельства, почему вы не подали в течение года с момента последнего въезда, что стало причиной для подачи сейчас, может быть, изменились обстоятельства в стране, откуда вы приехали, что, допустим, уголовное дело на вас открыли месяц назад, или там, или дело шло, но у вас были как бы причины верить, что вы докажете свою невиновность, а потом все пошло как бы все хуже и хуже и хуже, и обстоятельства так сильные изменения, что вам назад нельзя, ну, как бы, теоретически, я могу очень много примеров приводить, когда это можно объяснить, не знаю, какая у вас ситуация, но это возможно, и решение будет в руках офицера, так скажем, первый момент, поверить вам в то, что у вас есть основания, признать ваши показания достоверными, что все, что вы рассказываете на самом деле, правда, там и так далее, и второй вопрос, объяснить позднюю подачу, и чаще всего проблема как раз таки на этапе рассмотрения заявления на убежище офицерам, как раз таки во втором вопросе, потому что в большинстве случаев, когда они даже верят вашим показаниям, что вы действительно, может быть, имеете основания на убежище, вы не можете пройти вот этот второй барьер, доказательств, что вы действительно не могли подать в течение года, либо ваши обстоятельства настолько серьезные, настолько там опасные, сильные изменения, такое произошло, что можно простить вам позднюю подачу, в три года, поэтому простой ответ, да, можно, а вот получите ли вы одобрение на этапе интервью, тут уже все зависит от ваших личных обстоятельств и от субъективного решения офицера. Ну, видите, как девушка пишет, они пять раз подавали на продление, и они пять раз получили одобрение этого продления, поэтому откуда нам знать, возможно, есть такое, такая возможно, кстати, очень часто такой же вопрос нам задают те, кто находится по студенческой визе, и вот после столь длительного пребывания можем ли мы подать на политику, когда мы уже и так четыре года просидели по студ-визе здесь, в США. Вот у нас еще Лана спрашивает, подскажите, пожалуйста, моим знакомым отменили суд по убежищу с ковидом. Это должен был быть последний и решающий суд. Есть ли какие-то способы, есть ли какие-то способы ускорить эту дату суда, изменилась ли какая-то форма назначения дат на суды сейчас, и Кейс в Сан-Франциско отстрочили год на суд на два года, но они ждут с 2017-го. Ну, к сожалению, да, ваши друзья не единственные, кто в этой лодке. Многие ждут, и многих сейчас переносят. Существует процедура подачи ходатайства, чтобы ускорить слушание, но, так скажем, они, такие motions are highly disfavored by courts. Что это означает? Это, значит, суды в зависимости от своей загруженности и приоритетов рассмотрения назначают слушание или переносят их. Поэтому в тех случаях, когда вы просите ускорить ваше слушание, назначить его раньше не так, как назначил вам суд, то тут, конечно, нужно, они не очень положительно к этому относятся, то, что вы просите их делать, то, что они не запланировали, и в то же время у вас должны быть какие-то особенные обстоятельства. Просто тот факт, что вы ждете с 17-го года, это не основание, чтобы просить вас поставить быстрее, потому что таких, как вы, к сожалению, много, которые ждут с 17-го, а кто-то у нас есть клиенты, которые с 14-го ждут и до сих пор их переносят. Поэтому, если вы не покажете какие-то особенные обстоятельства, почему судья должен пойти именно вам на встречу и ускорить слушание, то это маловероятно. Подать ходатайство можно. Ускорить его или нет, маловероятно. Существует... У нас, допустим, с коллегами существует практика swapping hearings, да, то есть, допустим, если у кого-то в ближайшее время назначена дата слушания по существу, но они не готовы, либо в их интересах дело по теме, потому что у них есть рассмотрение какая-то петиция или еще что-то, а у меня дело там через год, у нас есть возможность с этими адвокатами договориться и поменяться датами. Потому что, если все стороны согласны, то судье, в принципе, все равно подается соответствующее прошение и кейсы меняются местами. Поэтому это может быть такой интересной опцией для ваших друзей, если адвокат пообщается в своих кругах и узнает, может быть, кто-то заинтересован отдать свое слушание в ближайшее время им не принципиально, то может быть. А так, отдатайство, конечно, можно подать, но маловероятно, что ускорят. Тут у нас девушка, которая рассказывала про продление B2 и подачу на убежище после столь длительного пребывания в США и пять раз продление B2 спрашивает такой вопрос еще тоже, а можно ли одновременно отправить документы на воссоединение с мужем Green Card Holder. То есть, получается, получается у нас сейчас ситуация подавать на убежище или подавать на воссоединение с мужем? Ну, если муж уже, уже муж и он держатель Green Card и категория сейчас current, то я, в принципе, не вижу, зачем вам подавать на убежище, если у вас есть муж держатель Green Card и вы находитесь в легальном статусе. То есть, вы, в принципе... Но загвоздка в том, что у нее B2 статус pending. То есть, продление, ее продление, которое прошло после продления, сейчас все-таки не подтверждено. То есть, себя подстраховать, так скажем. Ну, получается, типа, да, подстраховать себя... Подать-то вы можете. Другое дело, когда доберутся до вашего дела, до вашего заявления на убежище или до ваших заявлений по браку, потому что, если доберутся, допустим, по браку раньше, тот факт, что вы подали вовремя на продление туристического статуса, может быть плюсом в рассмотрении, и офицер может использовать свою собственную discretion, так скажем, и признать этот статус как легальным, этого будет достаточно для того, чтобы получить грин-карту по браку. Есть риск, что они доберутся до вашего заявления на продление, увидят петицию, уже поданную по браку, и тогда могут отказать вам в продлении только потому, что есть вот конфликт между намерениями. Подача уже семейной петиции говорит о том, что вы намереваетесь здесь подавать на грин-карту, и у вас иммиграционные намерения, а заявление на продление туристического статуса все-таки говорит о неиммиграционных намерениях, поэтому тут есть риск, что они доберутся до вашего заявления на продление раньше, и если откажут, то это может быть чревато отказом и по грин-карте в дальнейшем, потому что вы как бы без статуса уже находитесь. Вот такой вопрос еще очень интересный есть. Если человек получил депортацию и уже после суда в 2004 году он не уехал, и он сейчас заключает брак с гражданином, есть ли шансы? Шансы есть, но очень много стари и препонов. Тут вам в любом случае нужен адвокат, вы заключаете брак, тут надо будет переоткрывать дело в суде только после того, как будет одобрена петиция по браку, поэтому тут процесс чреват, во-первых, годами рассмотрения, во-вторых, потенциально, если, допустим, Айс не в курсе, где вы сейчас находитесь, с 2004 года вам удавалось здесь оставаться и вас как-то так минуло, минуло, кто нигде не задержал и так далее, то есть вы должны осознавать определенные риски, что при подаче 130 петиции вашей супругой сейчас на данный момент, вы как бы ставите их в известность о том, где вы, кто вы, где вы, в любом случае нужно будет, как бы в петиции будет ваш адрес совместного проживания, конечно, далеко не каждый человек приходит и задерживает такой ситуации, но эти риски есть, есть риск задержания как дома, как во время интервью, о том, ну, на основании того, что у вас все-таки есть уже ремоуэлл и вы должны были быть депортированы или уехать давным-давно, поэтому это первый, так скажем, риск и препон, который у вас как бы очевидный, так скажем, а потом после одобрения 130-й формы для того, чтобы получить грин-карту, вам нужно сначала переоткрыть ваши proceedings. То есть в зависимости от того, какая была последняя инстанция, если суд принял решение и вы не оспаривали, не подавали апелляцию, тогда нужно будет переоткрывать дело в суде. Если вы подавали апелляцию и ее проиграли, то нужно переоткрывать дело в апелляционной инстанции и просить спустить это дело вниз для дальнейшего рассмотрения заявления на грин-карту на основании брака. То есть это годы и риски, но возможно. Это годы и риски, и без поддержки профессионала не стоит это затевать. Не стоит. Поэтому, да, обратитесь к адвокату. Номер телефона и имейл есть у нас на экране. Я еще раз вам его покажу. 954-374-9330. И также имейл, на который вы можете написать и попросить личную консультацию, да, и уже лицо к лицу показать какие-то документы, помочь Ире составить ваш пазл в одно единое и понять, каким путем для вас именно лучше всего пойти. У нас человек также спрашивает, что сейчас вообще в общем происходит с индивидуал гиринг. Там последние новости я слышала, что они там с июля, да, уже должны вернуться на работу, и все судовые соседания должны возобновиться. что сейчас вообще проходит в судах? Ну, по идее, да, все зависит, конечно, от судов. Нужно смотреть на сайте иммиграционных судов в зависимости от локации, где вы находитесь, где ваше рассмотрение делала. Во многих судах, я не знаю точно, в Нью-Йорке, по-моему, 6 июля они переоткрываются. Ну, в общем, должны. Это не значит, что вас всех переназначат 6 июля особенно индивидуальные слушания, потому что мы замечаем, что все это время практически не проводились мастер-херринс, да, то есть для тех, кто был перенаправлен из иммиграционного офиса в иммиграционный суд, для них, для многих на протяжении года последнего не состоялись даже первичные ознакомительные слушания. Поэтому вот этого мы в первую очередь ждем после переоткрытия судов, что они начнут хотя бы там запустят каким-то образом процесс, а вот индивидуальные слушания, ну, у нас, допустим, сейчас практически все предназначены на 22-23 год. На 22-23? Да. Да, это еще ждать и ждать. А для тех, кто пропустил, так скажем, мастер-херринс в течение этого года и так и не был запущен, так скажем, процесс, я подозреваю, что это будет еще дальше. Это будет еще дальше. Спасибо большое за ваш ответ. Спрашивают также за travel document для тех, именно, кто находится в ожидании суда, в депертационном процессе. Насколько реально его получить и какие есть риски? Причина для подачи запроса такого документа это есть болезнь близкого родственника? Я бы лично не пыталась даже подавать. Хорошо, а есть, вот этот человек спросил, когда он находится в суде, а если ты находишься просто в ожидании? Если просто в ожидании, то можно пробовать, я бы сказала, ну, вероятность, может быть, процентов 40 получить. я просто по нашему опыту сижу, потому что в течение нескольких лет мы успешно получали документы своим клиентам в статусе ожидания интервью, то есть те, кто там подбешен, да, еще ничего, никакого решения не было принято. А последние, наверное, в 20-м году были отказы, и причем отказы такие в некоторых случаях было, что вот ваше заявление не является основанием, что неправда, и мы успешно переоткрывали эти отказы, но в большей части что причина, по которой вы запрашиваете, недостаточно серьезная. В этой ситуации, вот на том примере, который вы привели, если причина болезнь близкого родственника придет от родственника, то, наверное, более вероятно, так скажем. Все зависит от того, насколько близкий родственник, если это родители, то... Отец. Да, отец, то более вероятно. И, естественно, чтобы полететь не в страну преследования, в какое-то третье государство, да, совершенно другое. Желательно. Вот, потому что, ну, конечно, я знаю людей, которые летали и в страну преследования и возвращаются благополучно, но я не рекомендую. Вот. На контракте, скажу, вот следующая причина, допустим, для лечения самого заявителя чаще всего отказывают в последнее время. И причем под таким предлогом, что, мол, тот факт, что лечение, допустим, в Турции дешевле, чем в США, или что в таком-то другом государстве используются методы для лечения, которые недоступны в США, или еще что-нибудь, недостаточные основания. То есть, ну, лечить из-за дорого. Лечить из-за дорого, да, то есть финансовый вопрос не очень, они не любят вообще, когда затрагивается какой-то финансовый вопрос. Для них, собственно, если вы просили убежище, то вы, значит, просили безопасного нахождения в стране. Это у вас есть здесь. И, конечно, существуют трудности с финансами, там, с работой. Многие жалуются, что я не могу получить промоушен на работе, потому что у меня нету статуса, допустим, нет грин-карты, я не могу развивать там свой бизнес дальше, потому что мне кредиты не дают, там, или еще что-то. И все это такие очень понятные для нас с вами как бы объяснения и горести, так скажем, и отрицательные стороны всей этой ситуации, но для иммиграционной службы это недостаточное основание для того, чтобы, к сожалению, на какие-то уступки вам идти. Вот, поэтому это, так скажем, совет из практики. совет из практики, поэтому послушайте, что Ирина говорит и все-таки подумайте, стоит ли оно того или нет и стоит ли игра свечи в общем. Также у нас спрашивают, как вы прокомментируете, что Байден предложил выдать грин-карты Ascension Workers. Насколько это реально? Я не знаю, насколько это реально. Ну, да, то есть, если вы спрашиваете о той, о черновом варианте амнистии, да, которую внесли в Конгресс, ну, это всего лишь навсего черновой вариант. Пока рано обсуждать и делить шкуру неубитого медведя. Да. Те, кто знают о том, как делается закон в США, они говорят, это займет еще года два как минимум. И этот черновой вариант, который Байден предложил, его еще 20 раз перепишут, отредактируют, отредактируют, перепишут, потом исправят, потом опять перепишут и потом уже узнаем. А потом поменяется состав Конгресса и непонятно, к чему придем. И непонятно, к чему пойдем. Вот такое вот замечание. Поэтому обсуждать то, что возможно будет, да не будет, ну, скажем так, мы на это время особо тратим не будем, потому что это, как это, empty talk, как это правильно сказать. Да. Очень все еще в нас спрашивают, мы уже, мы стараемся каждого адвоката, который к нам приходит на эфиры, спросить их мнение и их совета в ситуации с консульствами, именно с русским консульством, да, куда ехать, где получать визы, куда перенести интервью. Это то, где мы там получаем по 3-4 вопроса в группе, именно вот такого характера, куда перенести интервью, какое посольство открыто, какое посольство принимает граждан третьей страны, может у вас вроде бы не так долго прошло, как мы с Лизой разговаривали две недели назад, но может у вас появилась какая-то новая информация и вы можете чем-то порадовать наших слушателей. Знаем, что вроде как Варшава идет охотно, то есть отвечает во всяком случае на запросы по имейлу, так из третьих стран, ну, трудно предположить, говорили Казахстан, но как-то наши клиенты сейчас вроде говорят, не записывают или там записывают далеко дальше. У нас у одной клиентки по AB5 пригласили на интервью в Москве, то есть, собственно, пошли на встречу, но после долгих-долгих запросов многократных пригласили все-таки на интервью, то есть консульство там, ну, хоть как-то парализовано, но чего-то делали, так скажем, поэтому конкретно не могу вам сказать, из консульства вот наиболее надежное, наверное, в Варшаве, куда пробуют делать запросы, а так, конечно, есть и всякие экзотические, типа Сингапура, там, Таиланда и так далее, я не знаю, кто, у кого есть возможность долететь туда, так скажем, кто поедет, но в любом случае отсылайте запросы во все консульства, мы именно это и сделали, разослали запросы во все консульства, которые могли предположить, стандартные свои и просто пока сейчас ждем и собираем информацию, конечно, как только что-то получим более конкретно, будем рады поделиться с вами информацией. Спасибо большое, спасибо большое за очень информативную сессию, за то, что ответили на наши вопросы и, скажем так, пролили свет на некоторые процессы, которые проходят в иммиграции, чтобы люди поняли, с чем они могут столкнуться и перед тем, как принимать любые решения, как я уже не один раз напоминала, проконсультируйтесь. Просто иногда, возможно, если вы не хотите нанимать адвоката, хотя бы проконсультируйтесь и вы поймете, на чем вы стоите, какие риски есть и как не навредить самому себе. Это самое главное, как не навредить самому себе. Спасибо, Ира, вам большое за эфир, до свидания. Спасибо всем за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok